Для команд, которые играли, потому что пришлось им приложить массу усилий для того, чтобы заработать сегодня очки. У нас Alliance выглядели очень здорово, но первая игра завершилась в ничью в достаточно напряженной борьбе. И пока что Dream Team обыгрывают у нас Power Rangers. Шанс набрать единственное очко за сегодня у PR в данной игре. И Dream Team опять начинают с Сенкинга. Опять они будут играть за свет. Нет, Кентавра, Инвокер в бане, Вайпер и Шадоу Демон также в бане. Интересные у нас пошли повороты событий. Видим, что PR забирают на этот раз связку Бэйн плюс Мирана. И, в общем-то, будем ожидать какой-то... Ну, куда эта связка пойдет, тяжело пока сказать. Но вообще, на легкой линии против одного героя она очень сильна. Опять Рубик у нас от Dream Team. Ничего они не меняют. Ну, здорово сыграли Dream Team. Здорово исполнили свои возможности в первой игре. Мы сначала, конечно, над ними так смеялись. Действительно, очень странные действия были. Но, по факту, они могли еще круче себя проявить в начале игры. Тем не менее, в момент, когда нужно было делать какие-то ТП под вышки или наказывать соперника в той или иной точке карты, им это удавалось. И делали они это замечательно. Более того, вот как-то у нас из игры выпало, насколько хорошо Бэтрайдер, которого не подпускали к крипам, в итоге простоял свою линию, получил большой левел, получил быстрый блинг, и именно с него начались проблемы у ПРов. Итак, банится Пугна, банится Висп и банится Никс Ассасин. А Dream Team пока что у нас с Инкинг и Рубик. И, на самом деле, на месте ПР я подумал о бане Бэтрайдера, потому что Никс Ассасин забанен не просто так. Он забанен, скорее всего, именно для Бэтрайдера. Бэтрайдеру будет тяжело стоять против Бэйна Мирана соло, потому что любой герой, фактически, против данной связки очень уязвим. Кидается слип, кидается стрела, и герой умирает. Даже на первом левеле. И дальше урон со стрелы, естественно, растет. Вот, проявляется Брейн Сап, который тоже достаточно больно дамажит. Банк Локверка забирают Шамана, ну и я думаю, что пик Бэтрайдера не за горами. Возможно, что соло-мид Шаман будет от скандала, но не будем делать поспешных выводов. ФНГ у нас на пике у ПР, а ЗХЦ пикает для Dream Team. Забавно, что у ЗХЦ НикПР.ЗХЦ. Все-таки дают о себе знать плоды того, что он играл раньше в Power Rangers. Надскайд настроен он против своих бывших тиммейтов самым жестким образом. Ну что же у нас Dream Team, третий пик. Думают они, возможно, думают над бетом, возможно, думают еще над каким-то героем. Пока что у них только два суппорта исключительно. И два саппорта они картину пика, конечно, определенную делают, но скорее, скорее, лишь небольшую часть. Здравствуйте. Отлично, ворвался у нас лост. Смотрим мы тут, ждем что-то от Dream Team интересное. Да, по-моему, все отлично. Зачем что-то менять, если идет? Не, все отлично, да. Но вот мы ждем Бэтрайдера конкретно, они подбанили Никса. И, в общем-то, Бэтрайдер пока что выглядит неплохим. Но нет, они выбирают профита. А, это, видимо, как раз-таки... Вот профит стоит неплохо. Ну, относительно неплохо против этих двух героев, потому что он хотя бы себя пенечками будить может. Тем не менее, урона достаточно много по нему могут внести. Но посмотрим, посмотрим. Начало с профита, может быть, он вообще пойдет на легкую линию. И такая опять... Опять пик Dream Team выглядит несколько более... агрессивным, как по мне. Да и вообще, если посмотрешь на пики Dream Team, то в момент, когда ZXC стал капитанить, ну, точнее, пикать, то они стали давить вот именно моралью, своим выражением лица, поскольку как у нас зловеще смотрит Сен Кинг и надмен на Фурион. То есть, вот именно бойцы. Чувствуется характер сразу. И помимо того, что ZXC у нас набирает нападок-убивок, которые мобильны и способны принести пользу в любой точке карты, он при этом еще и не оставляет этих вот, знаешь, таких кэрри, которые никакие без БКБ, а набирает кэрри, вот как банша-вайпер, которым, в общем-то, БКБ не надо, и они в любой момент на любой точке карты способны также танковать и убивать. То есть, ZXC у нас приносит в Dream Team мобильность, причем такая универсальная. Или же он просто решил попикать против пэров и не дать им выйти из группы. Кто его знает? Может быть, такой он. Возможно, и такой, такой, так сказать, засланный казачок. Ну, действительно, как я уже говорил, если мы посмотрим на турнирную таблицу, что мы имеем? Пэр сыграли у нас в ничью с Империей, обыграли Next Off. Вроде бы все неплохо, но сейчас поражение Dream Team сделает их статистику 3-3 и впереди матчи с Fnatic, Empire и Na'Vi. Вот это поворот. Вот это группа, я хочу сказать. Ну, на самом деле... Хорошая. Да, группа хорошая, но если мы посмотрим в группу B, там есть Alliance, которые со статистикой 9-1 закончили выступление свое и выглядят очень мощно. Там есть и Viginius, которые, хоть и американцы, играют на Европе, но как-то это им не особо мешает. Во всяком случае, по встрече с Relax. И там есть также, ну, RockSkiss, которые сейчас тоже хороши. В общем-то, группа действительно выглядит пострашнее. PR, Fnatic, Empire, Na'Vi. Но группа B тоже, в общем-то, с первого места выйти достаточно затруднительно. Что легче, обыграть там 3 сильные команды или 4 сильные команды, или переиграть вот таких вот альянсов, которые, ну, просто на кураже месяц. Да, нет, ну, альянс сейчас просто месяц. Причем тут не то, что кураж, тут уже, наверное, и все. И кураж, и подготовка, и тренировки. То есть, альянс сейчас просто шикарный. Плюс вышел новый патч. Так вообще, да. То есть, в нашей вот группе оказалось, что Empire, которые очень хорошо выступают, их убили PR-ы. Теперь PR-ов... Dream Team убивает PR-ов. По-моему, наверняка, какие-нибудь придут еще команды, и они будут убивать Dream Team. То есть, такой круговорот в природе у нас идет. Активный. Все убивают всех в групповой стадии. Что, в общем-то, почетно. Да, интересно. И вот Dream Team забирают себе еще и Тайдлоку. Бойца. Воина, который... Будет рваться первым. Везде и всегда. Огромное количество контроля у PR-ы. Есть даже Doom, но не останавливает это. Их соперников. Бан Сларк уходит. Ну, действительно, такой получается у нас. Тайдс и Кинг. Массовые прокасты. Очень-очень жесткие при том. PR решили убить. Dream Team по линиям. Слишком агрессивный лейнинг. Все три героя имеют огромное количество дэмэджа. Это как Мирана Бэйна и Шадо Шаман в Early Game. Также это приличная трипла. Так как у Dream Team слабость в этом направлении. Сан Кинг и Рубик они по статам проигрывают вот этим ребятам. Doom у нас блестящий вообще и Early Gamer, и Mid Gamer, и Late Gamer. То есть он... Ну, в общем, все его спилы полезны. Мягко говоря. И при этом он жирный. Он жирный, вносит много дэмэджа и дает ауру на всю свою команду. То есть чем дальше затягивается игра, тем сильнее ты становишься. И по банам. Забанили у нас Dream Team сами же себе Бэтрайдера. Хотя в прошлой игре вот этот вот принёк Afterlife. Он отыграл шикарно. Он стоял против троих. Он ни разу не умер. Он при этом ещё ушёл в лес и за пять минут быстро вынес себе Блик Даггер. И по игре, как мы видели, он делал очень много крутых моментов. И ПРы поняли, что надо давить дальше. Нужно не останавливаться на выборе силы. Теперь нужно завязываться своими, знаешь, терпильными керри. Там, Разоры, Мунрайдер и всё остальное. Просто пикаешь Мирану, которая сражается. Ду Макс, это танки. И вперёд. То есть мне пик сейчас ПРов очень нравится. Агрессивный чуток. Ну посмотрим, чем ответит Дрим Тим. Пока что у них массовый прокаст. Профит, Тайт Хантер, Сен Кинг. Но нету дэмэдж дилера с руки как такового. Ну сейчас он наверняка будет. Пока мне интересен вообще лайнап. Кто куда пойдёт у Дрим Тим. Потому что... Фурион, видимо, у нас будет либо в миде, либо в лёгкой. Вот он, дэмэдж дилер. Добро. Ох ты, интересно, это будет Тайт, Соло Мид. Да, давно хотел посмотреть вновь на Тайдуху, Соло Мид. И обязательно на него посмотрим. Но сперва небольшая пауза. Ну что, давайте смотреть, кто у нас идёт на какие линии. Итак, за ИСС забирает себе Тайда и, скорее всего, пойдёт на мид. Ноу Фир на Рубике, видимо, в лёгкую с Сен Кингом, на котором играет ПГГ. Нюбик играет на Шадоу Финде. И в хардлинии у нас Нэчерс Профит. Что касается их соперников. Соперников Акс от Чеширского Кота отправится на топ. В миде у нас Скандал. И трипла в харду. Мирана, Бэйн плюс Шадоу Шаман. Очень агрессивная такая опасная трипла, надо сказать. Очень много дэмэджа, но все очень хрупкие. Выигрывать будет тот, кто начнёт первым. На мой взгляд, в миде очень сильный получается для Dream Team. Сильная ситуация. Вот Тайт шикарно стоит против огромного количества ХП силовиков с нулём брони. Без каких-либо нюков при этом. То есть, он не ощущает совсем Дума. Он мешает Думу ластхитить. И при этом он Дума очень сильно пробивает своим Энчерсмэшем. А скорее всего, будет раскачка именно через Энчерсмэш. Да, и учитывая, что в этой версии у нас Энкерсмэш снимает 60% дэмэджа, то такое ощущение, что этот Дум, он вообще не будет добивать крипов. 20 атаки. 20 атаки будет. Да, это будет круто, слушай. Это вообще будет круто по ходу всей команды Пэр, если они попадут под Энкерсмэш. Ну, на самом деле, если все попадут, то здесь уже даже не то, сколько им снимет урона с руки, а то, сколько нанесёт. Вот, всё-таки 225 физического урона, особенно если перед этим даётся какой-то гаш, который снижает армор, и Тайд чувствует себя здорово. Не знаю, что он будет фармить, но я предвкушаю ситуацию, в которой Тайда здесь будет достаточно тяжело убить. С другой стороны, большое количество спылов... Так, у нас... У нас возможен рекхост, не может реконектнуться. Рубик. С другой стороны, большое количество спылов. Тайд, конечно, не очень хорошо себя чувствует. Более того, он сбрасывает, как мы знаем, себя с пылы своей пассивкой, но Дум он себя сбросить не может. И в этом плане Дум очень неприятный герой для Тайда. Да, раз 160 секунд ты будешь его наказывать. Нет, даже раз 100 секунд. Так, ну ждём мы решения админов. Да, но если учесть, что у нас Тайдхантеры любят покупать Блинк Даггер, прыгать и рейважировать, то... Ну, именно сам нападать первым. То дальше Тайдхантер уже за милую душу предложит кинуть в него Дум и тонковать до последнего. Скандал у нас накаляет, накаляет атмосферу, но никого уже не осталось в игре, в общем-то, поэтому... Я думаю, что зря он накаляет. Так, ждём Мари Хоста. Ну и ждём админа. Тайд? Ну, как думаешь, имеет смысл какой-нибудь этому Тайду для начала купить Мекку или прямо от Аркана и выходить в Блинк как можно быстрее? Или всё-таки стоит затариться? Ух ты, я прыгнул к нашим друзьям англоязычным на канал. Так, ну всё, быстро все переподключились. Когда мы видим такой пик, Акс, Дум, ну и вообще вот есть три тонких героя, то здесь самое хорошее, что бы ты... Самое эффективное, это чтобы ты успешно отставил лайн, а после лайнинга тебе будет необходим Блинк Даггер. Если Тайд Хантер у нас ворвётся первым и сможет дать время для Сэм Кинга и для всей остальной команды высокий проказ, то это будет дико. То есть, ну, пока что в этом ключ. Ключ к успеху огромный. Так, быстренько у нас сейчас разберут игроки своих героев на Ол Пике. Я надеюсь, Ол Пик у нас поставил. Да, всё, поставил у нас. Судья Ол Пик, это замечательно. И ждём мы. Ну и верхняя линия, я так понимаю, будет неплохая для Профита. Профит будет у нас стоять Соло против Акса. И, в общем-то, ну, не сказать, что прямо очень круто стоять Профита против Акса, но он своё выносит с этой линии. То есть Акса вряд ли он продамажит. Акс слишком быстро регенит. Акс, наверняка, будет щиток, он ещё и вращается. Но Профиту как-то помешать будет достаточно тяжело. Самое главное — создать давление на низ. У ПРов снизу три слишком тонких героя. Если ПРы пойдут вперёд, вот именно они вперёд, то Фурион, который прилетит сзади, он очень много дэмэджа с руками впишет. И вот по поводу ещё Тайда. Тайду, мека здесь очень вяло. Вот этот Дум, он, ну, фактически, если он кинь в тебя Дум, то твоя команда без Меки или без всего остального. Поэтому самое эффективное — это паковаться в статы, ХП, возможно, резисты. И тогда, я уверен, Тайдхантер у нас прям бодренько зайдёт. Ну, то есть, какой-то Худ, может быть, какие-то Шивы, Тараски и много-много-много ХП. Или, там, ну, не знаю, может быть, какие-то Дизармы будет покупать. Это всё уже... Ну, в общем, это всё будет работать лучше, действительно, чем Мека. Я, честно говоря, не подумал про ту возможность, что, действительно, если на тебя кидают Дум, то... То ты не сможешь дать ни Меку, ни свой реводж, то есть минус два. Но есть вариант другой. Если у нас СФ станет очень сильным, то есть, если вдруг у нас получится ситуация, что снизу СФ будет добивать всех крипов, и он вынесет себе Блэкинг по армии, но тик 15-й, и его будет нечего убивать, то тогда уже, там уже, знаешь, 50 на 50. То есть, уже и невыгодно давать Думу в того и в того. Там надо будет уже думать, что и куда... Но я за Тайдхантером с Блинкдаггером, рефрешером, которые врываются, дают ревейдж, анкер смеш, гуся, рефрешер дают второго гуся кому-то, еще ревейдж, и в соло они, по-моему, любого керри такие Тайдхантеры развалят. Вот, кстати, та самая акула, которая была в первой доте на голове. Я, честно говоря, даже не обращал внимания, потому что она там так органично смотрелась, что сверху надета акула, именно в первой доте. Но во второй этого не заметить невозможно, по-моему. Такой жесткий у нас, на самом деле, зверь. Огромный. И при этом очень-очень страшный. Так, спалили всю движуху на нижней линии у соперника. Мы видим, что сверху будет стоять Чешир. В миде у нас Джейфу пока что, но, скорее всего, он перетянется так же вниз. Или что? Или две даблы поставят? Ну, две даблы здесь такое. Не очень хорошо себя будет чувствовать Мирана плюс Бейн против трех героев. Так, за Иксце у нас в какой-то интересной позиции. Нюбик на миде. А за Иксце свапывают на нижнюю линию. Вот оно что. И Шадоу Шаман забыл демиджем в центре. Нюбик такого вообще не ожидал. Ну, это просто потому, что Дум идет есть крипа. Тут все, в общем-то, по дефолту. Дум съедает крипа. Шадоу Шаман просто стоит, чтобы, ну, получить некоторое время экспу. Ну, и смотрим на нижнюю линию. У нас начинает Тайд разбираться с крипами. Стоит против него дабла. Здесь же подходит Рубик. Будет ему помогать. Ну, конечно, для Тайда линия против Думы была бы шикарна. С другой стороны, там, мы видим, еще и подтягивается. Поднимают. Атака идет на ФНГ. ФНГ получает стан. И чуть-чуть урона не хватает. Буквально последняя тычка. ФНГ успеет ли отхилиться? Последний удар. ПГГ разворачивается. Ноуфир разворачивается. Теперь могут быть проблемы у Мирана. Нет, все, уходит отсюда. Чуть-чуть урона не хватило. Бэйн выжил. Успел он заслипать Сенкинга. Это решило. И перетягивается Джеймс у нас также на нижнюю линию. Ну, а в миде Шадоу Финд против Думы. Ну, Шадоу Финду тоже против Дума хорошо стоять. Блестящий свап у нас устроили в итоге ДТС со своими перестановками. Потому что теперь у нас снизу стоит Тайдхантер, которого не заберут они втроем вообще ни при каких условиях. То есть нужно вкастовать все. Там стрела на 5 секунд и все. И прочее, прочее. И вот под этими двумя героями Рубик и Сенкинг они 100% Тайд выживет. И они кого-то заберут. И кстати, получается вот та самая Святочка, про которую мы с тобой говорили вчера. Это Тайдхантер дает Танкер Смэш. Всех минус 60% дэмэджа. А сверху дает Рубик свой спел. И в итоге, что мы будем иметь? Три героя не будет иметь дэмэджа вообще. Ну да, минус 60% и потом еще 30%. Это если герой имеет 100 урона у него остается десятка. Это действительно очень мало. Действительно очень неплохо. Сверху мы видим, что Профит купил себе сапог. Но я бы сказал, что против Акса сапог это не такое уж плохое решение. То есть обычно мы говорим если купил сапог, то это плохо. И лучше было бы купить что-то другое. Но в данной ситуации это достаточно здорово. Потому что Атакса нужно отступать. Его нужно кайтить. И пробить его все равно даже с каким-то арбо-веномом тяжело. У него слишком большой реген. А еще есть плюс то, что Afterlife у нас купит Fast Face Bootsy. Которые будут позволять ему еще лучше маневрировать. И он будет очень хорошо крипов добивать на этом лайне. В то время как Акс у нас Face Bootsy не может. Смотри, бежит у нас Акс за Фурионом. Бежит, заходит, заходит. Но не притягивает пока. И слегка подхорашивает. Заходит за крипа. Крипа также забирает. Ну и тут у Чешира такая веселуха. Причем он вообще ничего не боится. Крутится, крутится, вертится. Нападает на Afterlife. Ну и, кстати, вот такая динамичная линия. И у нас Чешир 17 крипов имеет. Нормально. Да, очень много он тут пеньков подобивал. Ну, конечно, пеньки дешевые. Но все равно это, как ни крути, дополнительный фарм. ФНГ бродит по чужим лесам. Судя по всему, мешает отводить. Здесь же JFO. Три героя команды Dream Team выходят. Ох, как они сейчас видят. Будет ли гаш? Рубик. Слипают Рубика. Но великолепный станет с Энкинга. Пошла стрела. Будет влетать она в Тайтхантер. Забирают на ФБ с Энкинга. У ФНГ большие проблемы. Его все-таки забирает Рубик. Последней тычкой. Тайтхантер. Энчер Смэш. Урона становится очень-очень мало. Но великолепная молния. JFO. Зэксэй идет дальше. Нет у него абсолютной маны. Блочит его Мун. Великолепно. Ну и здесь не хватит Тайтхантеру явно урона. Дум забирает Шадоу Финда на миде. Шадоу Финд, видимо, засмотрелся на происходящее. Здесь у Тайтхантера очень большие проблемы. Ему нужно отхиливаться. Сэнкинг дает стан. Тайтхантер на развороте. Вот это экшен у нас произошел на нижней линии сейчас. Это просто жесть какая-то. Но выиграли по факту ситуацию ПР. Они забрали ФВ. Они забрали еще одного героя. И они забрали СФ в миде. Я, честно говоря, не понимаю, каким образом СФ смог умереть против Дума. Я тоже не понимаю, на самом деле. Это, походу, разве что какая-то руна. Засмотрелся, может быть. Действительно, Afterlife, попытка улететь. Улетает. Судя по всему, Чешир ошибся и проатаковал его, из-за чего заслипался. Ну и у нас Чешир уходит, в общем-то. Почти шестой левел. Вот под шестым левелом может быть какая-то очень-очень большая неприятность. Очень. Да, вот, кстати, вот очень тонкий момент, на который хочется намекнуть. Стоит Чешир у нас на легкой линии. И он стоит один в один. Он доминирует. На трипле у нас идет экшн. Хотя у нас Покайя выходит на центр. Скандал у нас с руной инвиза. Находит Нюбика. Дает сеточку. Подходит у нас Джеймс. Подходит у нас Курица. Курица стоит на месте. Летит, летит налево, направо. Ай-ай-ай. И Курьер у нас улетает. На самом деле, могли убить, наверное, несколько раз. Но, походу, своему счастью, ребята из ПР не поверили. Находит у нас ФНГ. Давай еще тысячечку. Но нет, Курьер уходит. Судя по всему, там вдвоем контролили Куру. Один посылал назад. И от Дрим Тима очень странная игра. 4-1 пока что. Во второй игре мы видим просто провал от них. Ничего у них не получилось на линиях абсолютно. У них уже дважды умирает СФ. Хотя еще Дум на него ни разу не кидали. СФ очень мало душ теперь имеет. Хотя 10 душ. Но, в любом случае, сетка. Будет ли Дум? Хекс. Ой, что на Дум не хватило маны после сетки? Печальная история. Ну, сетка очень много маны стоит, если ты заметишь. Она стоит фактически как Дум. Да, 150 маны. Ну, спелл того стоит. С другой стороны, если бы хватило маны на Дум, то все было бы очень-очень здорово. Не смог шаман у нас ничем помочь. Не хватило урона. СФ ушел. Тайтхантер получил 4-й левел. До 6-го ему еще далеко. Но он, безусловно, стремится к своему 6-му левелу. Ну и проблемки у нас возникают у Дрим Тим после вот такого начала. У Профита появляется 6-й. Практически один крип ему остается. Но здесь начинаются очень классные перепулы. И посмотри, как интересно. Оставили Муна снизу. Мун абсолютно спокойно фармит на харде. В то время как Профиту мешают сверху. Да, и самое главное то, что они еще мешают СФу. СФ у нас вынуждены уйти в лес. То есть тут постоянно бегает ганг-банг. И СФ у нас уже имеет 2 смерти. И теперь они продолжают щеметь. Сейчас ПР понимает, вот, кстати, смотри, Слип. Такой опасный выход от ФНГ. Они понимают то, что, мягко говоря, от того, что ты запрессуешь Тайдхантера, ничего в игре не изменится жестко. Он все равно выйдет и даст свой ультимейт. А вот от того, что вы прессуете СФа, который вынужден тут защищаться под Тауэром, терять часть крипов и прочее, прочее, то вас ждет успех. Напали, ну, защемили СФа. Его стал защищать Рубик. Пошел ставить центры. И в это время выход на Володю. Володя... Нету просветки. Он пытается уйти. Ловит кекс. Очень странно. Игра ультимейт. Нейчер профит. Нейчер профит приходит сюда. Будет ли Дум? Дум кидается на Тайда. Но Тайд все равно наносит последний свой удар. Тайд зажимается в углу. Тайд пытается убежать. Нужно днаить. Сейчас Тайдуху подходит сюда Мирана. Тайдуху не днает. Старфолл ему влетает. Сюда же подходит СФ. Профит закрывает Мирану. Мирана уходит. Дум забирает еще один фраг. СФ дает Койл. Но слишком толстый скандал. Подходит сюда. Также Рубик. Рубик будет закидывать скандалы. Почему он не закинул его на ХГ? Я не знаю. Но хотя у Думы есть топорик. Это в общем-то не сильно бы порешало. В любом случае у нас размен остается 3 в 1. В пользу команды Пауэррэнджерс. И это просто замечательно для них. Что делает не совсем понятно. Это Джей 4. Он чуть не умер сейчас от Сенкинга. Если бы его увидел по ГГ. Два шага вперед и минус. Да, вот это печальная ситуация. Акс у нас уже имеет очень-очень много. Ультимейт профита реализовать не удалось. Тайтхантер только что получил свыше 100 левел. И рэвэдж он не смог выдать в прошлой драке. Вот там на самом деле рваги-то и не хватило. Был бы рэвэдж. Было бы все серьезно. Шадоффин покупает ПТ. Был бы все очень красиво. Да. Ультимейт профита, рэвэдж и все очень здорово. Акс у нас заходит. Да, так вот теперь моя мысль по поводу того, что у нас Акс сверху. Акс стоит на легкой. Он сейчас уже получает где-то 8-9 левел. Он получает свой быстрый блинк даггер. И вот эти вот ребята, Рубик и Сен Кинг, которые у нас вбивали снизу, имеют сейчас не самые высокие лвла, нападают на Чешира. Чешира прогрызает танго и бежать. Бежать Чешира, но нет. Чешир у нас нафидел. Да, вот этого делать было как раз не нужно. У него все было очень хорошо. Еще ультимейт кидает на Чирпрофит. На всякий случай видит его ФНГ. Но сейчас, кажется, здесь пеньки спалят всю контору. Нет, слишком далеко уходят у нас. И ФНГ приходится отступить в его инвизи. Имеет уже, кстати говоря, 5-й левел. Еще немножко. И появится ультимейт. Ультимейт есть у Шадоу Шамана. Идут они пушить вниз. Здесь ПГГ получает свою экспу. Очень много ротаций по линиям у нас пошло. Ну и что? И сейчас будут, судя по всему, забирать тавер под змейки Шадоу Шамана. Санкингу нужно прятаться. Нужно Тайтхантеру сюда лететь. И нужно драться. Или отдавать эту вышку. Но, да, Тайтхантер летит. Тайтхантер хочет драться. Стрела. Хек. Стрела ни в кого не попадает. Профит залетает со спины. Профит запирает Шадоу Шамана. Пытается убежать. Ох, шикарный Тайтхантер. Отменяет ульту. Это было очень-очень плохо. Будет ли ультимейт? Стики. Слип. Дум. Великолепная игра от БР. Вот это за эксцесс сейчас полностью реабилитировался. В кавычках за прошлую игру, которую он отыграл отлично. Стрела летит в ПГГ. Не попадает в него. Рубик у нас уходит. Стрела попадает в крипа. ПГГ уходит. Акс забирает Рубика. И умирает еще. Умирает у нас БН. Нет. БН-то у нас за ПР. Акс поджигает СФа. Запирает его. Агрит. У Мюбика кончаются. Хиткоинт. Он получает Старфол и минус Шадоу Фильд. Вот чего не стоит делать никогда за Тайда. Точнее, ну, как правило, это получается само собой. Но это очень плохая ситуация всегда. Это вот такие вот замахи на ультимейт неуверенные. Ты выходишь, ты должен кастовать ультимейт быстро. И желательно, чтобы это было неожиданно для твоих соперников. Или бы они куда-то там задайвили, как-то попытаться забайтить. Потому что, по факту, он первый раз отменил. Второй раз попытался дать, получил слип. Третий раз он получил дум. И Тайдхантер. В таверне. И еще сейчас, кстати, могут его разок убить. Выходит на Дяди Вову. Дяди Вову у нас ушел. На Дяди Вову все хорошо. По ГГ шестой левел. Ну, я бы не сказал, что у него прям все хорошо. Но потихоньку стрела попадает в Тайда. Есть еще ультимейт Бэйна. Есть Реведж, Энчер Смэш. Дерется с Мираной до конца. Сзади подходит Бэйн, ультимейт, Тайдхантер, последняя тычка. Боже мой. Это лол. Это просто лол. Ультимейт от Мирана. И Миран уходит без ХП. Вот она сила Тайда. Ведь насколько сильный герой. Три героя его пытались убить. Он еще чуть Миран на развороте не убил. Но проблемы у СФ сейчас будут. Тычка, 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 тычка. Воруют Скорджорс. Теперь проблемы у Скандала. Его поднимают в воздух. И Скандал умирает. Да, Скандал на Фидил тоже. Ну, Акс. Не совсем понятно, что с этим Аксом вообще делать. У него урна, у него Транквилы, у него Блинк Даггер, у него 1200 ХП, 10 левел. Тяжело его убивать. Паковать свои Блинк Даггеры. Мы сейчас увидим такую небольшую, ну, нестандартную ситуацию, которую, если ты увидишь, Сэн Кинг у нас имеет почти Блинк Даггер, а Тайт Хантер, который стоял у нас на легкой, имеет два брайсера. И вот как мы с тобой видим по игре, Тайт Хантер очень тяжело костановить ультимейт против Дума. Дум в который раз его контрит своим этим спилом, и Тайт Хантер у нас ничего не делает на драке. Врывается на Шаду Финда, и Шаду Финда у нас падает. Чешир, Сэн Блинк Даггер окупает. Ну да, Чешир тут вообще просто очень-очень силён. Он просто, посмотри, бегает, ааа, кричит, прожимает. Кью останавливает, тем временем ловит Афтерлайфа. Афтерлайф погибает от Дума. Игра от Рубика неплохая, но её недостаточно. И вот так вот ПР во второй игре объясняют Дрим Тим, что, в общем-то, чувствуют они себя очень-очень неплохо в целом. Ну, не видно такой удачных таких действий от Дрим Тим. Но посмотрим, рано ещё делать выводы. Эзершок у нас своровал Рубик. Будет больно лупить своими костами. Тает всё ещё без ульта. Пошёл слип, будет ли стрела? Пошла стрела, попадает в спящего Рубика. И Рубику Шадоу Шамана, зарешал когда-то самый вписывать. ПГГ покупает Блин. Ну вот сейчас шанс этого ломба-комбо. Нужно подождать, чтобы были все ультимейты, заманить соперника каким-то образом под... Ну, под драку, где будут все абсолютные герои. Дать ультимейт Профита, Тайт Хантера, Сэн Кинга, и тогда всё будет неплохо. И Сэфа. Да, только такой шанс сейчас идёт ДТ. Кстати, Сэф тоже, судя по всему, Блинку покупает. Я вот раз хочу, ну, намекнуть небольшое отличие, которое у нас есть у ДТ. У них Фурион. Фурион, который ровным счётом сейчас даёт ультимейт, и всё. Больше он не делает ничего. В прошлой игре у них был Бэтрайдер, который шёл вперёд, который прыгал, ну, своих пацанов доставал, и драки удобнее навязывал. В итоге, из-за того, что у нас теперь нет Бэтрайдера, кстати, с Икси опакуются на ХП, что очень престижно, то у ДТ проблемы с инициацией. И ещё тут находится Муна. Муна хотел прыгнуть, но в эту же секунду его подняли и разорвали, и ДТ вот начинает отвечать. Так, вот сейчас тот момент, как раз, когда у них откатили все ульты, они идут просто массой. Да, преимущество у нас УПР огромное, то есть, ну, где-то 7500 голды, и нападают на Тавр. У нас стоит один ФНГ, он стоит один, улетит сюда, Акс, но это только два, нужно больше. У нас, ребят, поднимают у нас Акса. Ну-ка, ну-ка, хотят как-то его игнорируют, вообще решили у нас убежать, прыгает у нас Акс, начинает пилить Рубика, Рубик падает, отрубил в голову, врывается Володя, блестящий реведж, минус 2. ЗХЦ, ЗХЦ пытаются убить по дому, убивают его по дому, заслипали по ГГ, успели разлетиться, но нет, здесь слишком много всего, отпускают СФ, а тот забирает Шадоу Шамана, ему влетает стрела, минус Шадоу Финт, и это 3 в 2. Да, успел на этот раз за долю секунды Тайд Хантер раскастовать свой ультимейт, но этого не хватило. Ну, слишком толстый у нас, ребят, из ПР. Дум имеет на 2, 7500. Сейчас такой Дум, он просто нападает на этого Тайда, дает ему ультимейт и в соло жарит пацана. Да. И по ГГ тоже неплохо ведь раскастовался. Ну, вот очень, ну, потеряли Рубика, Рубик был без маны, вообще начали как-то нападать. Акс по итогам всех развел, Акс начал делать ТП, его очень долго ждали, его поднял Рубик, нанесли ему 0 урона. Стрела в ПГГ, стрела в ПГГ, подходит ФНГ, нужна одна тычка, Володя падает, слип в Рубика, еще сейчас начнут забирать и Рубика под Тауэром, это уже абсолютно беспредел. Рубик своровал отличный скилл, дали Гуся, прилетает Afterlife, врывается Чешир на троих, блестящий он крутится, вертится, минус один, минус два. О, Чешир сейчас просто делает грязь, он взорвался в четверых, спас Мирану и продолжает лупить. Берсеркер Колл, слип великолепный, кажется, у нас уходит. Будет ли Ночерпрофит на развороте что-то пытаться сделать? Очень много хитпоинтов, Ночерпрофит летит за этим Аксом, врывается Шадоу Шаман, дает Хекс, и в очередной раз Берсеркер Колл, плюс куча армора, Afterlife, влетает стрела, минус третий человек с ультимейта, ман у Акса заканчивается, но и Тайдхантер тоже, кажется, сейчас закончится. ПГГ садится, Тайдхантер, раскастовывается, живет Тайдхантер на развороте. ПГГ получает Хекс. О, боже мой, Рубик здесь же, Шадоу Шаман уходит с блинка, какая безумная драка. Это называется два просто дичайших танка. Ой, ПГГ не среагировал, не увидел Шадоу Шамана, и Миран от него уходит. Хотя, 4 секунды. Увидел или нет? Нет, не увидел, прочитал Мирану ситуацию. Ну вот как меняется драка? Казалось бы, влетает Акс, его нечем убивать, но внезапно Тайдхантер на нуле хп переворачивает ситуацию и делает минус три. Ну и все-таки, конечно, у Акса гораздо больше мы видим итемов. Я думаю, если бы Тайдхантер был такой нетворс, если бы он также был уверенно запакован, как и Акс, то тоже мог он проделывать подобные штуки. Думба КБ. Да, у Думы уже все очень хорошо. То есть теперь его, вот этот магический прокаст вообще касаться не будет. И убивать его фактически нереально. Дюбик у нас имеет Линдаггер, но ситуация сейчас такова, что... Мирана стоит сзади, спереди стоит Тайдхантер, и это нужно всем дружно напасть на Дума и не позволить ему скастовать свой Блэкинг Бар. Это очень сложная задача. Сейчас вот этот Дум, он такая ключевая фигура. В драке ДТ будут работать все, чтобы не выпустить его из Тана. Иначе он просто такие недумные СФ, и СФ у нас умрет. СФ 1060 хп. Нашли Чешира, точнее Чешир нашел у нас Фурена. Убили Фурена. Тем временем у нас при этом еще кушат верх. Дальше у нас бежит Чеширский кот, находит у нас Нюбик. Это, посмотри, сражаются. И Нюбик на красных хп у нас умирает. Сверху, тем временем, забирают Шадоу Шаман. Один в один, размен. Рубик выходит. Нет, не стал он цеплять скандала. Здесь же находится Бэйн. И, в общем-то, не дают забрать вышку. Скорее всего, заденает ее. Да, остается 60 фигпоинтов. Деная Тавар. За Иксц купил, кстати, себе Блинк. Ты посмотри, Сенкинг с Блинком. За Иксц с Блинком. Нюбик с Блинком. С Блинком у нас Чешир. С Блинком у нас Шадоу Шаман. Не хватает Блинка только Думу. Какого-то. И съесть Кентавра, чтобы встанить. Ну, нет. Дума у нас совершенно в другую долту играет. Запаковывается на прочность. На статы, на Кирасу. Ну, ему армор необходим, как ни крути. Против Тайда и Сефа. Все-таки Тайд дает гаш. Это минус армор. Хотя пока что у него гаш только на единичку раскачан. Посмотри, как интересно, раскачался через Кракеншелл. Хотя против Дума, конечно, эта штука не работает. Против остальных скулов работает. Залетает у нас на Рошанов. Урион. Какая наглость. Кстати, очень хороший мух. Они это сделали под смоками. И змейки украл у Shadow Shaman. Они при этом специально давят центр, показывая, что их здесь нету. У нас тут бегает Чешир. Чешир, интересно, видит ли он? Вот все это движок, походу. Точно не видит. Понимает, он поделал Блинк Даггер, но Блинк Даггер он сделал рано. Теперь у нас есть где-то 5 секунд, 5 секунд у команды Ц, чтобы забрать этого Рошана. Прыгает СФ и забирает. Собирает Аигис и Чешир надо бежать. Да, Чешир все понял. ЗХЦ чувствует своего бывшего тиммейта. Акс им пахнет. Ой-ой-ой, Акс врывается. И сейчас этому Аксу может быть очень больно. Его атакуют снизу змейку. Ему невероятно больно. Он вкастовывает свой армор. ЗХЦ получает Doom в очередной раз. Боже мой. ЗХЦ как же его разрывают. Просто катастрофический урон цепляют еще и профита. Опять ЗХЦ поймал этот Doom. И Чешир, которого пытались убить, показывает, что убивать здесь будет он. И еще и СФ не уйдет у нас. Сенкинг раскастовывается. Шикарный раскаст от Сенкинга. Нужен какой-то байбэк от Тайда что-нибудь. Акс. Агрит СФ. СФ получает стан. Сенкинг получает у нас Хекс, Шекл. Сенкинг очень плохо. Сенкинга отпускают. СФ блинкуется. Сенкинг дает стан. Сенкинг здесь небольшой миссундастеннинг успевает блинкануться по ГГ. Идет за ним дальше Акс. У Акса есть Берсеркер. Колос Ф раскастовывается. Как же больно. Дает Койл. Нет его. Успевает заслипать ФНГ. И... И Doom умирает. И как же он падает? Секунду. Как исполняют ПР. Вот просто каждый раз ДТ не хватает, что называется, той самой писечки, чтобы что-то сделать. Тайт не успевает нажать ультимейт. Не успевает раскастоваться СФ. Не успевает Сенкинг. Тайда нету. И все время им не удается раскастовать хоть что-то. То есть... Тут, можно сказать, вот один момент. Кстати, вот убили пляна. Почему это не удается сделать? Потому что есть у нас Чешир. Есть танк, который прыгает у нас в пятерых. Пикает у нас в ульты. Реведж мимо. Реведж мисс. Мисс. И Чешир у нас уходит. У ПР есть танк, который прыгает вперед. Принимает в себя весь дэмэдж. То есть у нас Чешир по итогу чуть не умер. Он танкует. Причем танкует до последнего. И вот эти вот ребята жмутся давать свои ультимейты. У нас X-Eight Vision. Doom видит ситуацию. Включает БКБ или просто без БКБ. Идет вперед. Дает Doom в нужного героя. И все. Ты уже в позиции. Извини, я на секунду потерял дар речи, увидев ультимейт Тайт Хантера. Просто поспешил. То есть здесь уже играет отчаяние. Все-таки за 21 минуту команду ДТ убили больше... Убили 30 раз. И это давит на мораль. Между прочим, хочу отметить БГГ. БГГ умер всего 4 раза. Если мы посмотрим на того же Афтерлайфа, он умер 8. Обычно у нас... Нет, БГГ сегодня явно отыгрывает лучше, чем за последние несколько игр, которые я видел. Но на самом деле, конкретно в этой игре, это его команде не очень помогает. Не хватает какого-то еще и Тайда, который бы так же круто отыгрывал. Вот какой-то нужен байт. Нужен какой-то байт, я не знаю, там на Рубика, на Профита, чтобы в него ворвались куча народу. Начали его бить. Ну, глупо ворваться куче народу. Ну, это, конечно, классная мысль, но... По-моему, Чешир у нас настолько отфармлили. Посмотри на Чеширы. Посмотри вообще вот на... Ну да, я понимаю, что он врывается один. Глупо ворваться куче народу на Профиты, которые можно убить любым абсолютно героем. Соло убивает сейчас любого героя. То есть ДТ нужен какой-то суперкэрри убивака, который способен оксовать. Ой, ну сейчас поймают ПГГ в смоках. Выход АК заагривает двоих самых главных дизейблеров. Это провал. И нету реведжа еще. Радианс-ботом тавер был вверх. Сейчас Чешир начнет рубить. Пожелает хорошего дня за ИСССР. Нет, не пожелал за ИСССР. Тактически откайтил у нас Чеширы. Но Чешир идет наверх. Бежит Фурион. Боже мой, этот бедный Фурион, который наконец-то ушел. Что страшно было смотреть на этого у Фуриона в течение всей игры. И Чешир у нас тащил. Вот посмотри, какая разница. Акс у нас бегает. Блинк Дайгера гоним еще полторашка сверху плюс Рингу Фаус. Фурион только-только купил себе Мидас с Меккой. То есть зачем вообще Дрим Тим пикнули себе этого Фуриона, если они не спидпушат? Потому что они наоборот любят врываться. Возьми любому убийцу и иди там на подарок. Который против Акса постоит очень неплохо. Да, у нас сейчас ТР как-то сами себе ситуацию исполнили. Так, ну что у нас? Ультимейт и профит нет? Выходит Тайт Хантер. Есть еще все шансы. Я хочу увидеть хотя бы разок, чтобы эти парни раскастовались. Гомбо-комбо. Я уверен просто, что их раскаст, он... Ну вот в данной ситуации, когда они уже столько проигрывают, он, конечно, уже не перевернет. Но если они хоть раз все абсолютно получится поспелам, то мы увидим, насколько это сильная комбинация. Потому что пока не хватает либо реведжа, либо эпицентра, либо еще чего-то. Да, либо Дарк Сир, я бы сказал в такой ситуации. Причем не вместо кого-то, а именно вот шестым героем. Не, я бы вместо Фрёна закинул, потому что Фрёна пока у нас нападает на Чеширо. Начинает месить Чеширо всей командой, бьют Чеширо, СФ, ПДД. Но инвест, нету детекшена, и Чеширо у нас уходит. Пам-пам. Пам-пам. Вот так вот, нету детекшена, и Чеширо, которого могли убить. Это большая проблема, на самом деле, в драке. Так, ты его заковырять можно, но в драке с ним реально тяжело. СФ зафармил БКБшку, Тайтхантер у нас. Ну что, третий брастер или какой-нибудь... Пайп. Пайп самое. Кстати, да, Худ. Худ ему поможет. Ты просто даешь своей команде пайп, прыгаешь первым, даешь, ну, даешь прокаст, ты умираешься спокойно, глушёшь, и ты всё, что можно в этой игре сделал. Нападает на Джеймса, Володя вперёд, Гусь, Гуся, да, и Джеймс у нас спалит от Гуся. Пока, кстати, у ДТ все еще шансы хорошие. Ну, хотя нет, ДУН... Ну, шансы, да, хорошие, но нужно срочно доформить еще таких десяток таких гангов, чтоб счет стал не 12-32, хотя бы там 25-32. Что сделать сложновато. Кричишь сказку про Гуся, вот она уже и вся. Просто у нас Тайтхантер в очередной раз. Нет, на этот раз Рубик ставит ворды. Будет ли какой-то врыв сверху, видит ДУМа. Вот это шансик-то. Володя копает ДУМа, находит ФНГ, выкупается Шаду Шамам, врывается ДУМ и бежать всей команде. Надо бежать всей команде и сказать, прости, не виновата я. Врывается ЗХС, блестящий врыв. Где ПГГ? Где ПГГ и его суперрассказ? Он кастует ДУМа в БКБ, замедляет его через БКБ. Нюбик все равно умирает от ДУМа. Ну как же так, Вова? Володя. Вот это был тот шанс, когда можно было раскастоваться. Но ПГГ раскастовался ДУМа, его не было в драке. Все, у нас падает Рубик, остается ПГГ, он уходит в инвиз, его видят, его убивают. Это тимвайт, трипл килл от Чешира, дабл килл от скандала. И это... Это еще минус десяток тысяч. Ну вот теперь, даже если все в кучу встанут, то просто будут стоять. Мне кажется, даже очень крутой раскаст не убьет команду ПР. Слишком много... Они нафармили слишком большое преимущество. Слишком много ХП, вот так еще можно сказать. Хотя заценяет убил Такса. Он понимает, что хватит играть в терпил. Но это такой блэйдмейл второго уровня, скажем так. Мьёльнер хочет собрать. Именно даже Мьёльнер обычно собирают для того, чтобы бить с руки быстро. Но в случае с Аксом он его собирает, чтобы кидать на себя статик чардж. И крутиться, раздавать с крутилки, раздавать с этими молниями. Еще купить блэйдмейлы вообще просто. Да, тут еще добавить, что это, знаешь, блэйдмейл, мол, дорогой. То есть многие пакуют у нас дешевые блэйдмейлы, которые, ну, увы, не торт. А тут вот тот самый дорогой, который в лэйте, он делает две задачи для тебя. И отлично работает, кстати. Так, ну хорошо, чешир у нас. Смотри, находит. Чешир с такой косой, как палач идет дальше. Вообще у него, кстати, классный сет, я не обращал внимания. Ну, такой грозный дядька, если посмотреть. Да. Представляешь, как он этой косой протыкает? Это просто жесть. Я представляю, что его каким-то образом нашли. У нас нашли, и чешир убегает. Все. Браво, чешир. Развел. Профит за ним. Профит не может его закрыть. Чешир идет, у него откатывает блинг. Прыгает через реку и уходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего не получается у Dream Team. Afterlife, да, это минус героев, Леон, действительно. 9 смертей. Я бы даже не сказал, что так плохо играет Afterlife, но он был действительно не в тему. Ты просто, тебе некуда даже летать. Тебя в любой точке карты находит Акс и начинает поедать. В итоге ты вынужден, вместо того, чтобы сплитпушить, да, один... Бойтит, бойтит. Блэйн, и тает, но опять он получает думы, опять. Ну, хотя в этот раз могут раскайтить. Ну, они отдают, приносят Рубика в жертву, как, знаешь, как богам приносили. Рубик не нужен. Акс. Ну, это слишком большая жертва, да, что-то, видимо, Рубика не хватило. Врывается Володя, рассказ всех. Идет за эксцент, у него есть рэ, ваш блестящий рассказ. Все в визе, никого не видно. И это минус 5. Все красные. Опять не хватило. Писечки. Это называется, да, это называется, ты сначала чуть-чуть тебе не хватает, и потом ты с каждым разом делаешь все лучше и лучше, но с каждым разом не хватает тебе все больше и больше, потому что момент уже упущен. Вот сейчас опять, ведь сколько они проигрывают так много, и при этом сколько хп они сняли соперника. Но это уже не имеет никакого значения, потому что там, ну, просто посмотри на думу, у него 36 армора. Он получает этот магический урон, все, больше он ничего не получает. А магического урона недостаточно, чтобы снять 2000 армора. Ух ты, Квеллинг Блейд, Рубик. Он знаешь, как красиво рубит своей вот этой палкой зеленой? Своим плой. Своим волшебник. Володю. Выбирает мраки. Ну и нам нужно увидеть Квеллинг Блейд от Рубика, я считаю. Я тоже знаю, надо... Чтоб он зарубил этого дома, вот что он соло проткнул своей. Своей мотыгой. Лучше Аксу, на самом деле. Слушай, а интересно, возможно такое, что как-то они так скастуют, что одновременно друг друга разрубят, прям вот синхронно. Это вторая дота, у нас же бывают смерти уже после телепорта там на фонтане? Да, есть вариант, да, то есть я уверен, что вариант наверняка есть. Если у этого скила кастайм прилично, то есть ты когда, в общем, его используешь, и проходит какое-то время, то я уверен, наверняка есть. Нужно просто одновременно кастануть. И все путем. Ну посмотрим, ладно, сейчас на этого Рубика... А, он уже разрубил Сквеллинг Блэйда, он услышал наши молитвы, но, к сожалению... Надо за ним следить, слушай, надо за ним следить, пока он еще раз этого не сделал, потому что, видимо, он уже... Ему эта игра нравится. Ну, крипов очень весело месить. Ну, Акс месит у нас исключительно героев. Вот он самый, тот самый Мьёльнер. Осталось купить Блэйд Мэйл, но, видимо, Блэйд Мэйл уже не нужен в такой ситуации. Вообще... За их цель, зацени, что делают за их цель. Дэнс, дэнс, дэнс. Нет, не видел? Нет, он... Он танцал с якорем своим... Показывал у нас дрэк-данс на базе сунтов. Да, чего вы пока не видели сегодня. И уже пошла лютая дотка. Ну, Пэры понимают, что можно забрать Рошадна, потому что, по-моему, ДТ вообще никуда не выйдет в Фурион. Дальше у нас старается спидпушить, но... Этот, этот вот тащила с косой, он просто неостановим. У меня ощущение, что когда он купит себе трэвел-буцы, то Фурион будет сидеть на базе. Он вообще никуда не выйдет. Батит у нас сейчас на Фуриона. Смотрим за Рубиком. Рубик идет. Рубик ищет жертву свою. Я бы стою дома смотрел, он там покруче вещички исполняет. Нет, Рубик пока не палится. И в итоге байт снизу продолжается. Фнг байтит на себя. Володя раскастовывает ультимейт, прыгает за икс, прыгает Володя. Бьют минус один. Нет, убегает у нас Мун. Бьют Фнг. Фнг убивает. У нас в кустиках. А тем временем убивает Нюбика на базе. Рывается у нас Дум. Убивает Рубика. И время платить по счетам. За то, что у нас ребята здесь натворили. Находит Афтерлайфа, но никуда он отсюда не уходит. А ЗХЦ у нас дальше танцует. Танцует с крипами, со своим якорем. Развлекается у нас на полную катушку и улетает. Махая свою руку. Ее, бэби. Я это сделал. А Чешир сверху пушит базу. Такая необычная ситуация. И теперь на нее нападают. Есть Пурион. Идет Пурион. Это, кстати, мощно. И нападение. Нападение на Чешира. У Чешира есть Джалнир. Надо бить. Надо бить. Закрывать. Нельзя давать убегать Чеширу. И хорошо. Игра у нас продолжается. Да, прямо отомстили за всю боль. Снизу тем временем. Вот я смотрю на скандал. У него появилась Тараска. По факту у него 6 слотов. То есть у него еще Аегис. 300 урона с руки. Криты, которые он съел за счет волка. Получил 17-1-11 скандала. Ему явно прошлая игра не очень понравилась. Да, он понял, что он завязывает с этими терпилами. Терп-терпогероями. И нужно давать тех, кто может нападать. Ну, Тум нападает у нас пока достойно. И себя проявляет. И тут по низу. Врывается Нюрлик. Ой, ой, ой. Интересный ролик. Ну, это, я думаю, уже просто троллинг. Потому что врывается у нас дальше скандал. Кидает Дун на БТБ. Фрем закрыл свой Тауэрнэп, закрыл Володю. Ну, ради руши, если что-нибудь по приколу. Выкупается у нас Акс. Бежит на всех парах. Врывается на Афтерлайф. А Афтерлайф у нас просто казнен на месте. Бежит у нас Чешир дальше под фонтан. Но нет, увы, фонтан сильнее этого палача. И бьют бараки. Пошли барабаны, стрела. Мунлайт Шадоу. Стрела попадает от скандала. Самое время врать Гулинг Блейд. Сэн Кинг раскастовывается. Получает Хекс. Ну, как же больно он трусит. Акс на базе соперника. Тут смык, как он раздает своими молниями из-за фонтана. Это гуд гейм. Ой, за что такая игра последняя-то? Безумная. 52. 52. Вы знаете, есть команды, которые под фонтан врываются и делают себе плюсовую статистику. Как типа Альянс у нас месили мемов. Мне кажется, у Dream Team наоборот история. Они специально так тянут игру. Просто посмотрите на профиты. 12 смертей. 12 смертей у ShadowFind. Да, по ГГ чуть-чуть не дошел до 10. Но сегодня он, кстати, умер меньше всех в своей команде, как и за XC. И это успех для него. У нас на сегодня игровой день закончен. И это был большой игровой день. Напомню, что Empire сыграли 1-1 с Fnatic. В группе B Alliance одолели релакс со счетом 2-0. И в группе A вновь Dream Team сыграли 1-1 с Power Rangers. На этом у нас на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok